Машинка Ну и соответственно перед тем как мы с вами это сделаем Быстренько забегаем в технические характеристики машины И будем заценивать как обычно исключительно орудия Все остальное мы с вами зацениваем всегда в бою Я считаю что смотреть на цифры Это не то же самое что смотреть на поведение машины Непосредственно морда к морде с врагом Итак ребят Углы склонения по орудию Минус 10 плюс 18 Я бы сказал шикарно, очень комфортно Вопросов к склонению у меня нет абсолютно никаких Средний урон 190 единиц альфы Очень мало, прям вот совсем мало Исходя из того что вроде бы девяточное орудие установлено И это прям танк 8 уровня Средний танк Пускай не должен быть сильно там Каким то ну уж совсем альфовым Но честно говоря 190 единиц Это грустно, было бы хотя бы 230 я не знаю там 250 Было бы существенно повеселее А так вроде бы летаешь, вроде бы стреляешь Но особо не наносишь Есть плюсы, 226 единиц пробития В принципе плюс минус играбельно Хотелось бы конечно чутка больше Потому что с тяжами справляться все-таки Ну не очень легко Хотя можно выцеливать И я бы сказал что Разброс на 100 метров и время сведения Вам позволяют выцеливать Тяжелые танки в их слабые места Главное чтобы была возможность Нормально прицелиться Вот и все Есть обалденная, просто обалденная цифра Времени перезарядки 4,95 Я огруглю до 5 секунд Согласите, через каждые 5 секунд шотить Это очень приятно И честно говоря Вот если взять время перезарядки и альфу Альфа вроде бы небольшая Но время перезарядки очень приятное И соответственно получается 2300 единиц урона Ну я бы сказал что Ну прям совсем Очень-очень-очень приятное время перезарядки Выпрыгиваем сейчас вот сюда Заходим в магазин и смотрим Сейчас есть на продажу В виде комплекта Два этих танчика И обратите внимание Что 12,5 косых просят за два танка При том что за каждый танк по отдельности Надо заплатить 18 косых В принципе если вам понравится МК И если вы ну Хотите потратить денежку И взять себе сразу два танчика Я честно говоря второй танчик не рассматриваю Хотя по его техническим характеристикам Я бы не сказал что он там прям совсем Какой-то унылый У него есть урон в 2500 Это довольно-таки неплохо в минуту Время перезарядки 7,5 секунд Тоже довольно неплохо Ну углы склонения крайне комфортные Как я в принципе по циферке себе понимаю И альфа в 310 единиц Но я честно говоря не сильно люблю 9 уровень Потому что 9 уровень как я уже говорил На обзоре К91 Это не вашим не нашим Ты вроде бы как бы должен быть на 8 Но тебя кидает к десяткам А если ты играешь на десятке Ну как бы если ты играешь на девятке То ты встречаешься с десятками Комфортнее встречаться на восьмерке С семерками Ну согласитесь А девятку очень часто засовывают Все-таки на 10 левел Поэтому я этот танчик для себя Конкретно рассматривать не буду Имею возможность его купить Но честно говоря не имею абсолютно никакого желания Ну не знаю как-то не впечатляет он меня Итак ребят О чем хотел сказать Хотел сказать о том Что вот за 8 тысяч Вот этот вот товарищ есть Насколько приемлемая цена Ну не знаю Поговорим в конце Когда заценим сам танчик Что же касается О чем хотел сказать Я хотел сказать О единицах урона По другой восьмерке По тяжу Обратите внимание На моем обзоре По объекту 252у По предложению О его покупке Я сказал что Унылый урон В 1700 единиц Но согласитесь Здесь 1700 Я не знаю Насколько она там Возможна к реализации Я думаю что к реализации Она возможна Здесь же Мы будем говорить О конкретно орудии И давайте Скажем что Здесь у нас Идет 2300 единиц урона Там 1700 Того получается 600 единиц разницы Если эту машинку реализовать Это то что я хотел В виде отступления Сказать по орудию А теперь ребятки Погнали В бой Посмотрим ее В замесе Ну и посмотрим На что она способна Ребят пока мы Забрасываемся в бой Пока нас кидает И слава богу Кидает нас в топ Это уже приятно Вот здесь внизу Есть желтый шильдик Я вам буду Безумно просто благодарен Если вы оформите Подписку на канал Это можно сделать Наведя Мышечку на Желтый шильдик И в один клик Нажать кнопочку Подписаться Вы станете Постоянным зрителем Моего канала И таким образом Поможете мне Развивать канал И вдохнете Немножечко дополнительно Еще жизненных сил Моему начинанию Спасибо вам огромное За благовременно Итак ребят Погнали Первое как обычно Мы зацениваем С вами подвижность Подвижность У данного танчика Как для СТшки Но я бы сказал Очень комфортная Нет вообще никаких вопросов Она поворачивается Все окей Все классно Все нормально Что хотелось бы сказать По углам склонения Ну вот сейчас Вот так вот Как нибудь Ради интереса Стану Вот так вот Ну и углы склонения Они есть То есть ну вот Вопросов нет То есть где-то На неровностях На каких-то Отыгрывать Но я бы сказал Что вполне спокойно Без печали Вот мы стоим Ну как бы да Может горка Не совсем большая Но согласитесь Она немножко Да есть Бывает такое Что этого не хватает В целом По склонению Орудия вниз У меня Ну вообще никаких вопросов Нет посмотрите Насколько вниз Оно смотрит Вы можете вполне спокойно Выцеливать нижние бронелисты Ну то есть Как бы Поэтому у вас Явно вопросов Задавать не придется Что касается Перезарядки Перезарядка просто Бешеная Вот сейчас я накинул На 200 Откачусь немножко назад Выцелю вот этого товарища На 160 Короче говоря По времени перезарядки Тоже у меня вопросов нет По точности орудия Тоже вопросов Абсолютно никаких нет Я сейчас немножко Ускорю перезарядку Исключительно Из необходимости Забрать Вот этого гаврика Ну и соответственно Побольше Понакидывать Возможно сейчас Заберу и второго На дальних расстояниях Орудие сводится Тоже вполне комфортно Вполне нормально Полет снаряда Тоже абсолютно нормальный Это я сейчас косанул Это не снаряд Буду свиливать отсюда И эта машинка Плюс-минус Позволяет свиливать Да безусловно Ты не улетаешь отсюда Прям как пуля Но уехать В случае необходимости Ты возможность имеешь Перекатываемся На другой фланг Не могу сказать Что за этот бой Мы прям Накосили Совсем Какого-то Крутого дамага Ну да 53-го Конечно Вот так вот Сразу С вертухана И не закинешь Это особо в него Так Ну на вот этой горочке Немножко не хватает Углов склонения Попробуем Немножко откатиться Немножко в таком азарте Я честно говоря Ну Ушел от разговора По поводу Самого танка Уж простите меня Пожалуйста Уж больно интересно Было сейчас Чего-нибудь Начать делать А не стоять на месте По пробитию Смотрите В принципе Достаточно В принципе Хватает Не могу сказать Что мне Не хватает Пробития Не хватает Вот немножечко Прицела моего Сейчас посмотрим На результаты боя Я думаю Что бой Закончится Однозначно победой Все-таки Наших два тяжа Против их одного Полушотного Досматриваем бой Выкатываемся назад В ангар И смотрим на нашу Результативность Итак ребятки Закончился бой Закончился победой Как я и предполагал Честно говоря Вот поступок противника Оставшегося Ну мне не нравится Вот позорник какой-то Который поднимает пушку И ждет пока его раздамажит Сопротивляйся До последнего братуха Ну и тогда Будешь в фаворе Итак Мы сделали Один фраг Мы нанесли 1140 единиц урона Мы получили 13700 серебрухи Надо будет только убедиться Что у меня не было бустера По-моему Ну медалек мы никаких Не могли получить за этот бой Короче говоря Мы заняли Четвертое место В команде по урону Скорее всего Просто потому что Я слишком далеко уехал Ну а танчик Он броней не славится Смотрим на всякий случай На бустеры Нет бустера Не было Значит это чистый заработок Ну в принципе Какой и есть Такой и есть Запрыгиваем еще раз Я попытаюсь сейчас Отыграть Немножечко Как-то поспокойнее Попытаюсь Не рваться Прям На передовую Хотя честно говоря Когда берешь Такие машинки в руки Все таки Не тяж какой-то То Ну и тем более Не ПТшку То у меня как-то Есть вот этот азарт Заскочить куда-нибудь Подальше Ну и соответственно Быть на первой линии Стычки с врагами Возвращаемся к танчику Углы склонения Заценили Время сведения Заценили И оно поверьте Комфортное в игре Абсолютно комфортное Время перезарядки Супер комфортное Вообще Ну как бы Вопросов никаких нет Я бы наверное сейчас Поступил так Я отыграю сейчас Эту катку А дальше поделюсь Своими мыслями Уже по результатам Боя Но и там уже буду Пытаться Выродить какую-то мысль По поводу целесообразности Или не целесообразности Но не то чтобы совета А собственного субъективного Мнения на эту тему По поводу того А стоит ли Так вот к нам Подкатился объектик Он нам в принципе Вообще не товарищ Потому что Но его броню Мы то точно Не прошьем Но прям К гадалке Не ходи Так вроде бы Собирался аккуратничать А в итоге Как-то не получилось Ну ребятки Точность орудия Просто суперская Вот на таком вот расстоянии Т-34 Но ни разу не косанул Четко Ну попадаю Понятное дело Что пробиваю Потому что пробиваю Я его в принципе В бачок Но ребят Вот в такой вот Треугольный Как бы вот Ну треугольничек Такой между стеной И землей Я закидываю Вот даже сейчас Я в него попал В краюшек Не пробил Потому что попал ему В угол башни Но в целом Ребят Танчик Ну я бы сказал Очень Очень точный Ну и Одевая Это еще и на его Скорострельность Ну просто супер Что касается Углов склонения Тоже Блин Ну красиво Конечно Ну ладно Вот что касается Углов склонения Одеваем их еще и На скорострельность И на точность Ну вообще Как бы Вопросов нет Ну просто таки Без печальки Мне честно говоря Интересно Сколько за этот бой Мы набили Итак ребятки Бой закончился Закончился победой Сделали один фраг Забегая наперед Давайте теперь посмотрим Сколько урона Мы смогли нанести С учетом того Что пожили чутка больше Постреляли Чутка почаще 1377 единиц урона И один уничтоженный фраг В принципе Помогли своей команде Победить Мы получили 18 с половиной Серебрухи С учетом того Что я использовал Еще ускорение Перезарядки И мы заняли Опять четвертое место По урону Итак ребята Давайте суммировать По результатам Этих двух каток Две победы Но не могу сказать Что мы Прям мы Затащили бой Нет не мы Его затащили Его сделала команда И в первом случае Во втором Этого не отрицаем Но мы для боя Тоже что то сделали Позитивы этой машинки Однозначные Это подвижность Это маневренность Для стшки Ну крайне комфортные Вопросов нет Склонение орудия Просто суперское И время перезарядки Разброс на 100 метров И время сведения Тоже в топчике Вопросов не имеем А спаривать не будем Что касается Минусов по данной машинке Маленькая альфа Если бы она была 230-250 Была бы вообще бомба Вот просто была бы Ну ракета А так получается Но честно говоря Не хватает Вопросов не имеем Второй минус Данного Аппарата Это его Отсутствие брони Но это стшка И в принципе Ей это простительно В игре крайне мало Есть стшек Которые прям действительно Ромбуют Рикошетят Короче говоря Прям совсем не принимают В принципе На нем Как бы ты не становился Крайне малые Какие-то там Зоны есть Которые рандомно Ну как бы Дают какой-то рикошет Да То есть не принимают В себя пробития Не принимают урона Также в целом Машинка Я бы сказал Она очень пробиваемая Со всех сторон И с мордой лица В том числе Да Маска орудия спасает Периодически Да Есть какие-то Рандомные такие уголки Но вот это все шьется Вот это все пробивается Вот это все пробивается Короче говоря Ребят Ну то Как мы всегда называем Картон Есть картон Вот такой вот он Центурион МК-5-1 Стоит ли он 8 тысяч Ребят По предложению Ну я честно говоря Сомневаюсь Почему Потому что за 8 косых Можно взять машинку И покруче Можно взять тяжика Можно взять ПТшку Можно взять средняк Даже тот же самый Который будет Ну получше Допустим Та же самая Прога 65 Она поинтересней В игре все-таки Да Дольше перезарядка Но все-таки Это барабан Дозаряжаемый Короче говоря Прога Все же поинтересней И Прогу Если не ошибаюсь В свое время По-моему на аукционе Можно было купить За 7,5 косых Голды Здесь же получается 8 косарей Я считаю Честно говоря 8 косарей Для этой машины Дороговато Ну бриллиантовая цена Безусловно Для этой машинки Где-то 1006 За шестерку Я бы себе ее взял Цена Которая должна стоять В магазине Чтобы продавать Где-то 6,5 Ну 7 Как бы То есть потолок Но мое Субъективное мнение Явно не 8 А так в целом Машинка довольно фановая Довольно прикольная Я периодически ее выкатываю Ну и честно говоря Получаю удовольствие От игры на ней Пускай меня раздамаживают Но и я довольно часто Кидаю шоты Пускай с не сильно большой альфой На данный момент у меня все Возвращайтесь на канал По желтому шильдичку Вот здесь вот внизу экрана Подписывайтесь Прямо сейчас Буду вам очень благодарен За дополнительные Капельки крови И кислорода В жизнь Моего канала Всех благ Всего хорошего Мира вам И главное спокойствие Субтитры сделал DimaTorzok